Max Pooling — это не единственный пуллинг, который используется в глубоком обучении. Также используется несколько других. Например, с тем же успехом можно использовать Minimum Pooling. И, например, можно еще использовать Average Pooling, который будет просто усреднять то, что находится внутри рамочки. Стоит отметить, что если у входа, например, несколько каналов, то Max Pooling делается по каждому каналу независимо. То есть мы берем один канал, применяем к нему Max Pooling, получаем какой-то результат. Берем следующий канал, применяем к нему Max Pooling, получаем следующий результат. То есть из первого канала мы получаем первый канал результата, из второго канала мы получаем второй канал результата. Ну и так далее. Если у нас 10 каналов, то из каждого из этих 10 каналов мы делаем MaxPooling, а потом складываем в стопочку результаты. Вот таким образом работает Pulling-слой. Это довольно простая операция, но которая позволяет сильно экономить память. Например, мы посчитали с вами свертку из 3 каналов в 64 канала. У нас картинка сильно раздулась. Изначально у нас всего было 3 канала в картинке, осталось 64, а картинка, например, осталась такого же размера. Мы хотим выкинуть очень много информации из получившегося результата, но так, чтобы важная информация осталась. Мы считаем, что, например, важная информация это большие значения свертки. Соответственно, мы применяем MaxPooling и выкидываем 3 четверти лишней информации. Вот таким образом работает Pulling и это очень важный слой для глубокого обучения.